Что, ребят, всем привет! Мы с вами прорываемся на следующий матч. И AMG играет против NVIDIA ASUS. В общем-то, у нас это, так понимаю, третий матч уже BSTOP2 на сегодняшний день. Продолжается групповая стати. Это туда Asia Championship. Азиатская квалификация. Давайте посмотрим, что у нас на текущий момент по сетке. Как выглядит она и какое место занимает наша команда, которую мы с вами сегодня будем смотреть. Вот так вот эта сеточка выглядит. AMG идут на позиции топ-4. 2-1-6 у них. Но это по нашей сетке. По, я так понимаю, не обновленной сетке, да? ASUS тут имеют три матча. Одно поражение, два очка. Я сейчас пытаюсь посмотреть на Ликвипедии, там ли так же или не так же. Не, на AMG там немножко другие результаты. На Ликвипедии точнее. AMG там имеют 8-4. 8 выигранных карт, 4 проигранные карты. На позиции топ-5 они держатся. Ребята из ASUS на 14-й позиции. 2 победы, 6 поражений. Вот так вот. Ну, вы знаете, очень много уже AMG сыграли. Довольно-таки интересные у них матчи были. Они переиграли команду Лайк Гейминг. Они переиграли Джигард. Они сыграли в ничью с командой Дрим Гейминг. Выиграли у ребят из КСВ. В ничью сыграли с командой с Дэк. Ну и проиграли они ж только ребятам из-за Биг Гад. Вот такой вот у них интересный. Такие вот у них матчи были. Да, ну получается действительно 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение. Вот так вот. Неплохо, неплохо. Команда Аш Асес. 2-6. Давайте посмотрим, с кем они поиграли и кому успели проиграть. Так, вот они сыграли ничью с командой Дрим Гейминг. Их овум они слили 0-2. Ничью сыграли они с командой Инвейджин и Спортс Дот. И проиграли еще Тонг Фу. Да, ну... Не очень-то задалось, скажем так, ребятам из Айса сначала. Посмотрим, как они будут дальше себя показывать. Так, включу я вам, пожалуй, сразу первую карту. Она стартует. Итак, Nvidia Айса за Рейдиант в ней будут катать. Акс Висп у них первыми двумя пиками. AMG забирают Тайт Хантера и Медузу. Баны смотрим. Там Бэтрайдер, Мипошка, Бристалбэк, Nvidia Асос. Забанили Джаггернаута, Эмбер Спирита, Брюмастера и Феникса. Вот так вот. Ну что ж, у нас там последний бан второй стадии от AMG. Ну, у них, видим, в названиях и команды очень много китайских иероглифов. Не читаем их абсолютно. Но мы, по идее, должны помнить, да, что у них состав следующим образом выглядит и звучит. Джеймс и Y7, ну, вот они читаем мы. А три остальных игрока это Eleven, YI Huawei и Mars C. Ну, такие вот пять китайских игроков. Ну, вот они будут сыграть против Nvidia Asus. Это Secret, это Fox, это 82-444, это Kyle 7 и Misa. Такая вот пятерка. Что банится с Ларк у нас в второй стадии бана в последнем. С кавров маг у нас пиком третьим от AMG. И третий пик от Nvidia Asus. Ну, сегодня за нашу трансляцию мы с вами смотрели за играми и от Медузы, и от Акса. Были у нас и Тайтхантеры. Так что эти пики нам не новинку. Большой вопрос, что под Веспа будет забирать Secret? Сегодня Secret'ов очень много. Я не знаю, вот я этого Secret'а вчера видел в каком-то другом коллективе. До этого вообще команду Nvidia Asus я не комментировал. И поэтому Secret'а точно играл в какой-то другой команде. То ли Secret'ов так много, то ли это один и тот же игрок, который отыгрывает сразу на несколько команд. Будучи стендином и вот в основном составе этой команды. Третий пик от Secret. Где Датумаса? Датумаса, капитан команды Nvidia Asus. Хорошая у них организация. Хорошая у них спонсор Nvidia. Крутого спонсора нашла, нашла китайский коллектив. Или азиатский, или китайский. Наверное, все-таки китайский. Ну, вот должны они на уровне как раз-таки отыгрывать. Пока у Гармага они себе добирают пиком вторым. Это второй субпорт. Ну, еще потом героя нужно добрать. Так, ну что, по одному герою в этой стадии. Джеймс, капитан команды AMG, Mortal Magneto Gaming. Надо добирать еще одного суппорта. Вот Ская. Ну, есть у них Тейдхандер сложная. Митуза, ну, на легкую, либо на мид. Суппорт Скай. Нужно еще, опять же, гор-героя, который какого-то взять, который будет фармить. Либо стоять на миде. И еще одного суппорта. Ну, желательно, такого суппорта, который бы не страдал от релокейта виспа с кем-то. Точнее, контрил бы даже эту всю схему. Ну, возможно, какой-то инштопаришен. Может быть, дисраптор. Вот эти два суппорта, по-моему, наиболее точно подходят. Под пик против виспа. Возможно, есть смысл взять какого-то общего вина Мантера. Вот, все-таки, с Ау-Е ультимейтом, да, под Найтхантера. Ты против таких вот нелишных кор-героев акций. Плюс того, кто будет с Тинником. Например, Тинни, там, и тут еще. Мантер тоже может зайти неплохо. Вообще, много вариантов у нас здесь у AMG. Посмотрим, что там выберет нас Джеймс. Вайпер. Вайпер. Вот такого вы героя решили взять. Ну, кстати, в плане того, что против милишных кор-героев неплохо расправляются вина Мантера, Вайпер тоже в эту категорию персонажей входит. Действительно, его Вайпер страйки очень серьезно решают. Особенно, если надумает Сикрет взять какого-нибудь Тинни, то против Тинни Вайпер весьма хорош. Как я уже говорил, и Акс тоже будет страдать. Вот, может быть, тогда и не Тинни лучше брать под виспа. Может быть, что-то другое. Вот другого кор-героя. Террор Блейд. Поинтереснее персонаж такой заехал. Ну, возможно, он с виспом будет бегать. Ну, почему бы и нет. В какой-то таком суперкрутой связки нет, конечно, и вряд ли команда АМГ будет бояться влета на релаге эти виспа и ТБ, но в любом случае ТБ это герой сильный. Хотя, возможно, висп и с Аксом будут врываться. Кстати, неплохое решение. Ну что, в бан отправляется Розор и Синь Кинг. Еще по одному герою нужно добрать. Джеймс, 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 Джеймс. Еще один герой. Суппорт. Ну вот теперь уже знать, будет этот суппорт последний, против кого он играет. Фактически, да, четыре персонажа перед лицами от АМГ. И можно хорошего героя подобрать. Вот это все дело. К решили, что это будет Венжи Фул Спирит. Ну, герой такой, больше с его характера, да. Ну, во-первых, он может инициировать это раз. Во-вторых, на начальной стадии он весьма хорош. С Ковров Магом можно побегать, поробить. В-третьих, конечно же, это его сивовая составляющая. То есть, если будет какая-то агрессия, врыв на Медузу или Вайпера, то Венжи Фул Спирит будет как раз к месту. Будет свапать и будет спасать. Окей, с выбором АМГ и Сэмпиком определились. Синвидия, Эйсос, последнего героя сейчас должны будут добирать. По-прежнему, мы не исключаем эту вероятность, что это будут герои под Виспа. Но это Винрейджер. Винрейджер съезжает. Вэрочка у нас будет в пике от Инвидия. Ну, ладно. Давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Разбор героев проходит. Сейчас знакомиться, кто знаком. Ну, знакомиться можно хорошо, познакомиться с игроками Инвидия Эйсос, да, потому что их никнеймы читаемы, например, 88. И три четверки будет играть на Аксе, Сикрет на Виспе, Капитан команды Миса, Винрейджер, КЛ7 на Огар Магии. Остается у нас ТБ от Фокса. Но вот с командой МГ будет посложнее. Сейчас мы будем разбираться, who is who. YSY сыграет на Медузе, и Джеймс на Венжи Фул Спирит. А дальше китайские иероглифы. Я сейчас попытаюсь отыскать историю игр этой команды, и посмотреть, кто у них на ком обычно отыгрывает. Ну, вообще, YSY у них постоянно практически ходит на мидл линию. Сейчас он на Медузе, видимо, тоже в мид отправится. Джеймс у них суппорт первый. Да, он взял Венжи Фул Спирит. Суппорт второй в этой команде, товарищ YI Howeway. И это с кавров маг. YI Howeway. Мы запомним его. Остается Тайтхантер и Вайпер. Так, Тайтхантер и Вайпер. Тайтхантер офлейн. Элевен у них играет в офлейне. Значит, у нас Тайтхантер от Элевен. Ну и остается у нас Вайпер. Вайпер в качестве мейнкерри в этой команде от товарища Марс Си. Ну вот так вот. Разобрались. Марс Си. YI Howeway. На скавров маги. Ну и Тайтхантер от Элевен. Так, отжимается пауза. Спасибо за паузу. Мы разобрались, познакомились с игроками из АМГ. Вот такой, блядь, с игроками из АСС. Давайте посмотрим, на каких линиях эти ребята будут находиться. Пока пятерка АСС справляется на легкую. С варнишками, как положено. Ring of Protection от ТБ. Так, сложный Ring of Protection. Ну, так аккуратненько проходит. Тут что-то деревья поломали. Лесорубы. Тут еще и Бисп хочет опять что-то там. Ага, вот так вот он. К ТБ сейчас притянется. Вот это вот. Все деревья эти вот упадут. Оп. Получилось так вот эти снять. Тоже неплохо. Ну-ка, давай еще разок. Еще разочек подтянемся. Сейчас тизер кулдаун пройдет. Вообще-то тоже можно вот эти пулы и вот эти пулы делать. Одновременно отводить вот сюда. Еще вот здесь, видим, срезали. Неплохо так свои леса поломали. Вообще, мы привыкли больше к тому, что если Висп играет... Ой, а тут что это за ход? А-да! А Фокс не знал, что там специально ждали его. Станчик залетает. Фокс пытался уйти, не получилось. Это First Battle of AMG. Как же они кому-то тут сейчас взяли и забайтили. Даже не забайтили, это развели это. В прямом смысле этого слова. Действительно развели. Они показали, что мы там, возможно, будем на Рошанчике. Хотя, очевидно, что таким пиком Рошана не будет вряд ли, а сильный. Но, тем не менее. Спрятались вот здесь. Мы знаем, что ни один Вижен здесь. Это вот место Рошпита не берет. И пока ты сюда не зайдешь, ты не увидишь, что там находится. Ну а сами Айджи Виженом обладали. Вышли и наказали. Хороший мув такой был. И именно с первого фрага начинают у нас ребята из AMG. Весел, весел. ТБ погиб. Причем погиб действительно в мейнкере. Команды против. Так вот, я свою мысль там остановил на том, что говорилось, что мы привыкли, когда Висп играет за Рейдинг. Что это Висп плюс... Так, что ничего взял опять. Так вот, мы привыкли, что Висп с каким-то кор-героем, с каким-то керри, например, с Тинником, отправляется в медлинию даблой, да? И они вот здесь как раз таки лес ломают. Лес ломают для того, чтобы можно было сразу два спауна отводить. Что ж такое-то? О, не чихнул. Вот, а здесь Висп пошел с Террор Плейдом и Сокер Магом на легкую. Ну, в любом случае, нашел Висп, делал себе дабл стаки, тоже деревья прокушал. Видимо, здесь отвел, здесь отвел, так что все у него действительно хорошо. Ну вот, сразу же и отводик замутил себе. Ну, Тайт Хантер у нас как раз таки ферзбата забирал, поэтому у него и сапог, и 700 монет уже есть. Может купить себе боттл, можно немножко потерпеть и купить себе сразу арканчики. Вот так вот бегает. Не боится он у Гармага, не боится он ТБ, но два милишника, конечно, что этому Тайт Хантеру сделать. Тайт Хантер 1 НК Смэш выдаст и все. Пошел еще, увидим, воровать у Виспа фарм. Ну, тут безнаказанный Тайт Хантер. Я уж не знаю, как этот Треплай его будет убивать, вот честно. Правда, стягивается Акс сюда, но Акс только с одним Кантер Хеликсом. Что он сможет? Вот Игнайт дали. Баттл Хантер под жутким замедлением. Кракен Шелта, в принципе, есть, разворачивается. Тайт Хантер дает танка Смэш. Тут 20 дэмэджа, вряд ли вы его пробьете. Пытается стопить-то, посмотрите, они же пытаются, они же смогут его запинать. Ой-ой-ой-ой. Тайт Хантер лоу ХП, пробивает Виспа с руки, и это фраг. Все-таки сделали, ребята, из СС. Я не верил до последнего, что смогут они осилить Тайт Хантер, но численностью взяли, а не количеством. Все, получилось. В итоге счет 1-1. Ниса в миде 6-5 против Медузы. Медузы 8 на 3 от Вайсима. Пока на линии более-менее стоят. Ну, то есть, на полном... Самым, что есть в 3-фарме, находится Вайпер. И Марси здесь будет выфармивать себе. Куча-куча слотов. Пока у него Крипста 12 на 3. Скай ему помогает фармить, видим, у нас камера в маге. Левел 2, ну и Джеймс тоже занимается отводами. Полы не заблочены, все как полагается. И вот он, Криточка, пытается поотводить. Ну что, Медуза Рейсбенд. Вровень 4. Ниса 0-3-спа. Так, стерение вис, видим, захиливает угромага. Восстанавливает ему МП. Заходит на Тайтхантер. Тайтхантера к этому времени уже уровень 4. И прям по тавер лезут. Нет, ну по тавер, может точно. Конечно, ничего не светит этим ребятам. А, что ж такое-то? Прямо, где так простудиться успел? Секунду, ребят. Да, еще раз, извините. Технические неполадки. В носу у комментатора. Бывает такое. А, ладно, смотрим дальше. Четвертая минута встречи подходит к концу. Так, у нас АМГ. Пошли пушить сразу, но... То есть, три персонажа под Венжелс Аурой, да, она же должна быть. Пока нет Венжелс Аурой. Заплевывает в виде Макса. Вообще не пропускает к репочкам. Довольно-таки агрессивная трипа такая получается. Там Медуз теперь им с Веркой дерутся за Рону. Вайсим ее забирает. Регенерация у него. Разменилась по ХП с Миссой. Миссо тут довольно-таки неплохо накидывает. С хайграунда тут и Вайсим теперь твичку дает. Линдран. Бежать. Мистик Снэйк залетает. И сразу же регенерацию активирует Медуза. И с фулл ХП, с фулл МП остается. Тайт Хантер продолжает разведывать чужие леса. И Виз с агрмагом явно этим недовольны. Еще и ТБ подтягивается. Разворачивается. Тайт получает фаербласт. Энка Смэш. Бежать. Стопят как только могут. И умирает от нейтральных крипов. Превосходно. Все сделал Тайт Хантер. Ну потому что не под действием Энка Смэша были у нас эти вот нейтральные крипочки. Поэтому они били даже больше. Они даже били сильнее. Пробивали сильнее Тайт Хантера. Нежели это делали у Горбака Визм. Такое тоже бывает. Ну что ж. Заходит на середине Венжипл Спирит. Дает стан в Акса. Акс. Неплохо так. Версик с Коу вкинул. Чуть ее Венжипл Спирит не забрал. Но вот это чуть не считается. Венга выживает. А вот Акс падает. Ну и вот это второй фраг для АМГ. Ну 2-2 у нас счет пишет Дота. На самом деле 2-1. Мы помним, что один раз Тайт Хантер погиб от нейтралов. Так что АМГ немножечко впереди. ТБ. 23 на 6. Крипстат. Тайт Хантер 22 на 1. Аркан Бусы все-таки он себе приобрел. Левел 5. В спину тем временем заходит супорт от АСС. На Медузу. Сюда сейв ТП. У Айси. Мана Шилд активировал. Мистик Снейк пошел. Скай тоже здесь. Пытается забрать Огрмага. Но тут Висп его выхиливает. Точно серьезно. И тут Верка. Вот злая Скавровмага расстреляла. Ну АСС ему нужно тоже отбегать. Ну не делай это. Вот так вот. Безнадежно идти. И пытаться бить Огрмага под Виспом. Во-первых, Огрмаг сам по себе герой не тонкий. Да, у него 7 броней. Так просто с руки ты его не заберешь. Во-вторых, Висп отхиливает. Во-вторых, Висп тоже следит за своим запасом здоровья. Скавровмаг не проследил. Но в итоге от Верки погиб. Верка ничего не делала. Просто стояла на хайграунде и его стреляла. Ну 3-2 в пользу АСС. Так, Вайпер у нас. Сапог. Ринков Базильос. Полторы тысячи денег есть. Левел пятый. Вайпер страйк скоро у него будет. Акс на странквилл. Левел четвертый. 346 монет. Ну убрать свои леса. Радиант Стоп Тауэр в атаке. Это шелл, как Радиант, называли на свои эффекты. Дэмэдж. Как встречают. Здесь Рорблейда. Саленс. Ой-ой-ой. Загрызает. И Висп. Потому что чисто ничего сделать не может. Даже напротив. Будут убивать его тоже. Акс сюда сместился. Надо наказывать Тайтхантера хотя бы. Но Тайтхантер тут просто мансит. Мансит. Прогрызает себе проход. Получает только дэмэдж от Тауэр. Там у Гармакова встречают. И бутербродиком зажали его из двух сторон. Но Тайтхантера убили. Размен на Респайтеру. Блейд это неплохой размен для АМГ. Не крути. Но первый рэвэдж был реализован. Медуза сапог Квила. Для вас седьмой. Такая обычная. Медуза, которая раскачивается через макшен и Мистик Снейк. Который он нашел третьего уровня. Без плюсиков. Без сплитшота. Медузе. Всем медузам. Неважно от его. Скилл билда. Важно, конечно же, получать деньги. Просто фармить. Пока. Вайсиму мешать никто не может. Так. У нас Теренем Висп сместился на топ. Хочет получить ДС Экспириенс. У него Боттл есть. Будет рецепт на Урнов Шадоуз. И перчаточки. Задача главная. Не покиднуть от Вайпера, понятное дело. И получить левел шестой. На Теренеме Дас приобретает себе Вайпер. Ну вот, позволил ему команда противника фармить спокойно. Без сопротивления. Он этим воспользовался. И ранее беда седа плюс. Но смотрите, что делает. Ой-ой-ой. Как Исп здесь проседает. Но тут он находит крипочка. Потягивает Сатсизери. И в живых остается. Но покупает урнов Шадоуз. Тяжело дается им получение Экспириенс на топ-лайне. Левел четвертый мы видим. Подождите, он уже на базу бежит. А теперь Тайтхантера подловили. Тайтхантер. Берсик Сколл получает. Слабо кроется. 82-44. 4-44. Шекл тоже не точно. Повершот хороший. Квилинг Блейден накрывает. Все-таки акс. Тайтхантер приговаривает. Ну вот суперактивно играет Тайтхантер. Да, и очень агрессивно. Он залезал в чужие леса. Но вот из-за этого имеет только 2-4-1 стат. Что не очень круто. Однако, ударясь своим же активным действием, он сработал себе на арканы. То есть еще монеты. Это значит, что фарм-то у него как ни крути, но идет. Можно играть пассивно. Можно стоять под своим тавером. Не умирать, но при этом не иметь денег. Можно играть активно, погибать, но при этом иметь средства. Тут уже каждый сам для себя решает, как ему лучше себя вести. ПТ-у вайпером. Хочет он нафармить здесь на ТП-шку. Себе ждет специально, да, чтобы прийти вниз. Потому что снизу давление на тавер. На тэфе видим уже с кавров маг. Лучше дэнджерпл спирит. Сбоку у нас пытается медуза идти. С фейзами, аквилл и ботлом. Ну и скорее всего, айсосом здесь нужно отойти. Но очень хотел забрать тавер. Эдхантер идет. Есть рэвидж. Бросается в погоню. Конкассив шот. Фокса. Бесп рэвидж залетает. Цепляет мистик флэр. Ой-ой-ой. Как же быстро убивать Респайдер Роблейда. Станчик, который цепляет КЛС-7. Его здесь тоже не отпустят. Это минус 3. Ну, айсос просто не был виженом. Они не знали, где находится противник. Не подозревали о том, что фокское количество народу может их встретить. Ну, так и их пуш. Окончился ничем. Ну, как ничем. Фидом. Фидом. Хороший фидом для АМГ. Они получают 1100 монет и 1500 экспирингов. Ну, и будут давить нижнюю линию. Месте временем. Фокус фаер активировав. Пытался сломать стейден тавер. Не получилось. Прогнали. Прогоняет, конечно же, медуза. Дает мистик снэйк. Качественный мистик снэйк. Касается последним как раз таки звеном. ВР-очку. Ну, там дайгер появляется у акса. Транкфилл и дайгер. Поудобнее сейчас акса будет ворваться. Так. Клосс оф хест. Ну, ВР-ка может выйти в Мидас. В принципе, может выйти в Майлдштром. У нас вообще ВР-ка один из тех персонажей, на которых, возможно, нереальное количество разнообразных сборок. И это может быть ДД ВР-ка. Да, выйти в Майлдштром. Купить себе Ганим. И там креточки. Что-то еще. Можно. Суппорт ВР-ку выйти. Да, купить себе Форстаф Мекан. Например. Дайгер какой-нибудь. Во всяком можно. Можно купить Хекс. В общем-то, тут все зависит от того, какой план у Асос есть на эту игру. И вообще, для чего нужна здесь ВР-ка. Ну, судя по тому, что отправили ее на Мид-линию, значит, что большая роль и отбывается в этой игре. Посмотрим, какие артефакты она выйдет в итоге. ТБ снова на нижней линии вместе с своими тиммейтами. Пытаются в очередной раз забрать Лайден Тавер. Здесь уже без Тайдхантер Реведжа. Но Тавера давать не хотят. АМГ стягивается. Медуза Тайдхантер здесь. Венжи-фул Спирит. Также Скай рядышком. Не хватает только Вайпера. Но Вайпер занят пока на топе с Абберкой развлекается. Ну, тут 4 на 4. Тавер с Найн был спокойно. С Кавров Магом. И ребята из АМГ отходят. Ну что ж, про чести 12 минуты игры у нас уже позади и на развороте смог. Так, а здесь уже ИС и сами отошли. Можно, в принципе, отправиться в их леса. И там их поискать. Пробовать убить. Пойдут ли? Войдем и тут. Ну да, там Тайдхантер готов реведж. Он хочет. Хочет грязи. Хочет крови. Видят Аксы здесь. Аккуратненько. Скай. Хороший инжент. Силдаггер. И Мистик Флэр уходит никуда. ЛС-7 встречает Игнайтом. Сам получает тоже стан. Провальная, провальная атака получилась от АМГ. Потратили важнейший ультимейт своего суппорта. И теперь уже на развороте. Готов прыгивать Акс. Входит. Стан ловит. Скай здесь пока живет. Но его загрызает. Загрызает. Здесь. Ну это фраг. Но Вайпер тем временем сломал тавор. Графики смотрим. АМГ впереди на 3000. Пока по экспириенсу впереди тоже на 3. Хедресс появляется после ПТ у Вайпера и после Медаса. Есть еще и Баклер. Осталось только на рецепт нафармить. Что по индивидуальному нетворсу? 6300 у нас в Вайпер. Топ-1, кстати. Ну и Медуза топ-2. Но пока видим по чистому фарму АМГ впереди. У Марси вообще наглый какой-то. Зашел уже прям вплоть по Т3 Тавер. И недовольный Акс идет ловить его. Ускоренеца не хватает. Так вот. Так, что у нас у Медузы? Медуза Ultimate Torp. 1-0-3 играет. Оставляет без внимания Медузу. И это может очень негативно сказаться на игре АСС в последующем. Нужно, конечно же, с использованием Акса, с его врывами, с его даггером, пытаться эту Медузу убивать. Но пока не выходит. Не выходит. Есть Пенамидия. Денай Тавер. Медуза тоже пытается снять. И в итоге Медузе этот Тавер достается. Жесть. Еще и Тавер отдали. Столько стаков на Эдж. Это все это делал фармливый Тайдхантер. Ну, Таггер Аркан у него есть. Ну, а дальше в Рефрешер и в Шивус Гард. Чего душа пожелает. Так, ну и вайперы. Собраны Мека. Пока, правда, только в Стэша. Нужно бы привести. У ТБ видим на Твор 105 на карте. С легкой линией не сильно. Есть Акпилы, есть Драма Фэнджинс, Мэджик Лод. Много промежуточных артефактов. Не собирался ведь Рурбейд в итоге. Пора уже что-то конкретное, что-то весомое собирать. Скай Аркады. Талисман, лэбл восьмой. Ну, ТВ поднес себе своим Меканзом. Может, по-прежнему держит он топ-1 позицию по Нетфорсу. Вообще, линию практически никуда не покидает этот Вайпер. Он стоит, как стоял. И продолжает крипов убивать. И, в общем-то, ему никто не мешает. Медуза на мидь там отпушивает. Может быть, у нее не так хорошо идет фарм, как у Вайпер. Но тем не менее. Ну, и вот на низ стягиваются АМГ. Попытка забрать будет Тавер. Вайпер даже его величество. Вот Вайпер тоже сместился вниз и поможет своей команде. Вопрос, будут ли встречать Асос. А если подраться, это Тавер. Или все-таки настроены пока на фарм. Блейд появляется у Фокса. Это будет Яша, судя по всему. Висп. Релогейт у них готов. Левел шесты, случилось чего прилетит. Миса снизу Медас перчаточка. А после перчаточки... Ничего, пока. Дает пауэршоты, пытается как-то отпушивать. Не получилось, и Медуза зарабатывает себе деньги за Тавер. Это уже третий Тавер, который сносит АМГ. Сами не потеряли пока только два Тавера. Последний Т1 стоит на ТАПе. Дальше тут АМГ. Они будут давить. Или нет. Они стягиваются на мид. Вот это только одна Медуза. Решила прогнать ТБ. Снизу пауэршот. Сайт Хантер. На пол ХБ больно. Вайпер. Разочек плюнул. Релокейт пошел. Так. Акс нужно прыгивать. Айд Хантер с Реведжа. Как же отлично встречает ТБ. ТБ жить надо. ТБ умирает. Наша Сандер дать не смог. Кстати, почему не смог, непонятно. Очень много времени у него было для этого. Мега отличная. Айд Хантер здесь живет. Дает НК Смэш. Отстаниваются в Акса. Пошли Гаш. И Акс погибает. Минус 3. Проблема большая у КЛ7. Это минус 4. Ну вот такая отличная атака получилась. Трипл килл сделал Тайт Хантер. Ну вот мне интересно. Почему, почему и растерялся Террор Блейд и не дал Сандер. Его там выхиливал Висп как мог просто. Всем, чем только у него было. И Боттл жмакал. И Мэджик Вонды жмакал. И там увидели, что полоска так вздрагивала ХП у Террор Блейда. Ну вот Сандер не дал и беда. И погиб. Да, и первый релокейт от команды Эльзис уходит просто никуда. Падает, конечно же, еще и внешний тавр. Ну вот после этой драки АМГ точно выходит вперед. Причем довольно-таки солидное преимущество получают. Посмотрим, какое оно. Вот оно 7500 еще же по экспириенсу. 7. Залетают шоколдшоты. Вайпер Тайвер забрал. Ну и можно подходить. Какая ВР не хочет отпускать. Чиковала, чиковала. Тайт Хантер. Развернулся. Как только Тайт Хантер разворачивает, если просто пятером убегать должны. Страшный Тайт Хантер. Трипл килл делает. Ну и покупает себе обливион стафуша Тайт Хантер. Ну и долго не думая, Марси, он же Вайпер, пытается выформить себе свой аганим. Половина гонима у него уже в принципе и готова. Да, это с Огрклапа и Става Физердри. И надо еще Пойнт Бустер и Плейд. Ну для этого еще 1300 монет. Так, Медуза. Полторы тысячи денег. Что у него там? У него готов уже Пойнт Бустер. Есть Торбо Веном. Все, что не хватает, это еще одного Ультимейт Арба, который появится через 400 монет. Даже меньше. Продошел здесь. Спа, тот Тепаут. Фокс тоже Тепаут с Чужого Леса. Ну что, я думаю по кулдауну Рэвиджа Тайт Хантера будут у нас АМГ собираться вместе и что-то там ломать. Ну, кстати, вот внешний Тавер последний остался на Миде Т2 и можно его сносить. Можно попробовать зайти на Рошана. О, подошли здесь, видите, Миса. Миса. Шекл дал, связал. Есть ТПшка, он почему-то ее не тратит. Он будет тратить ее после стана. НК смеш. Без маны остается на Зверке и погибает. Даже стан не потребовался. Ну, сама себя зажал Миса. Зверочка. Покупает себе, кстати, Митрилхаммер. Будет делать себе сразу Мальстром. Ну, вот без Форстафа как-то, как-то скучно смотрится эта БРка. Без эскейпа, без возможности куда-то уйти. Ну, что, Мидас позволяет ей хоть какие-то деньги иметь. Быть в дальнем Метворсом, конечно, там тоже большая проблема у АСС, потому что АМГ тут впереди планеты всей. Вайпер, особенно, 10500 у него на Творса. Вот, ближайший преследователь БРка с противоположной командой отстает на 3200. Кайф Хантер. Попливин став, кольцо имеет, 585 монет. И... После этой пачки Эншентов у него будет готова Персиверенс. На дальше рецепт, на рефрешер. И я не знаю, что буду делать АСС после этого. Там о БКБ даже никто еще и думать начинал. Хотя нет, вот товарищ 82-444, он начал думать о БКБшке, он купил себе у Горклаб, у него полторы тысячи денег. Ну, вот тут и Рублей только Яша, например. Ему еще далеко до этих мыслей. У суппортов ничего нет, ВРка, но только-только выфармливает себе машину. Ну, а АМГ снова заходит на Рошан и будет забирать Эйс. Эйс. Забирать Медуза Эйгис. Скади готова, на топ сразу же, там открывать не хочет. Большой вопрос, как теперь эту Медузу пробивать. 1600 хп. Статовая. С Эйгисом. Ну, мне вот почему-то кажется, что шансов у Эйса здесь как-то перевернуть, ну, очень мало. Я не знаю, что они должны здесь изобразить, я не знаю, что они должны сделать, чтобы убивать АМГ. Просто не знаю. Ну, по-моему, даже если АМГ не все кнопки нажмут или нажмут их неправильные неправильные последовательности и вообще не там, то они все равно драку выиграют. То это тупо потому, что они сильнее. Ну, что заходит, это так. Последний внешний Тауэр пал. Хайграунд, что ли? Видимо, да. Заходит Медуза. Начинает настреливать. ДБ теперь на топе Тауэр-тэдин сломал. Тут подвязали шиклшотом Вайпера. И заходит Айдхантер. Рэвэдж вкастовывает неплохой. Пытается забрать в виде Максу. А, кстати, БКБ есть. Неплохо так. Но ВР-ку слила моментально. Забирал ее Скай. Ну что, ну вот Рэвэдж был потрачен. ВР-ку убили. 30 секунд у них есть. Здесь есть Гриф Фортификацион. Пытается сразу же Милишный Барак забрать. ТБ с Виспом даже пока и не хотят прилетать. Они готовы свою линию разменивать. Боят страшный драться. Юзается Глиф. Здесь тоже Глиф. Батлхангер на Вайсима. И Милишный Барак пал. В принципе... А, ну вот так вот решил. Вот так решил у нас товарищ Марсигрд. Ребят, нам отдают на халяву сторону. Пойдемте играть в топ. Сказано сделано. Вайпер пошел. Бить начал. Медуза рядышком. Тайтхантер подальше. Тайтхантер у нас купил себе рефрешер. Сейчас он рефрешер, нет себе Рэвэдж. И войдет. Так, релокейт. Нас возможно где-то будет в спину. Решили зайти. Вот он бис. И встречает. Хорошо встречает. Тайтхантер моментально раскладывает ТБ и Биспас. Жесть. Просто жесть. А тут всего лишь навсего Аэгис потерял Медуза. Но вот как бороться? Оверфармд. Просто оверфармд. Вайпер страйки. Падает Т3. И теперь бараки. Стоит Медуза. На горе. Что делать с Медузой? Ну, можно тысячу фаербластов дать, например. Можно тысячу игнайтов засунуть. Не поможет. Продвязочки тоже не работают у Миса в этой игре. Кстати, я такого шиклшота хорошего не видел. Вайпер страйк Миса подловил. Баттлхангер. Скай пошел. Врывается неплохо Акс. Под БКБшечкой есть Мека. Пытается развалить Скай. Свап от Венжипл Спири. И вайпер страйк. Акса здесь не отпускает. Акс минус. Теперь нижнюю линию ломать или как? Вайпер грозит КЛ7. КЛ7 дает фаербласт. Игнайт. Гашинка. Смэш минус. Шиклшот. У Асима и Марси связывают. Байбэк от Огармага. Зародился у нас уже ТБ и Висп. Тасики. И все. Прогнали. Наконец-таки они прогнали. АМГ свои баст. Он есть. И на развороте. Нет, они будут траться дальше. Гаш. Ой, очень больно. Террор Блейд. Террор Блейд помирает. Под Сайленсом был. Сандарт так не смог. Виск уже умирает. Мисс дерется до последнего. Погибает тоже. И ГГЛП. А так вот заканчивается у нас первая карта. С нереальнейшим преимуществом АМГ. Просто нереальнейшим. Да, нам тяжело. Ватт Айсос будет против такой команды. Мы, конечно, возьмем паузу. Дадим оправиться Айсос. То есть они подумают над этой картой. Сделают выводы. Но это может быть в второй карте. Нам что-то интересное продемонстрируют. Далеко не убегайте. Это АМГ против Айсос. Это первая карта только была. У нас азиатские квалификации продолжаются. Канал Старадор 4. Для вас работает Адекват. И с Симспором мы послышимся. Симспором мы послышимся.